Боевикам ИГИЛ не доплачивают. Это вывод представителям Минфина США Глэйзера. По его словам, террористам платят вдвое меньше, чем раньше, из-за того, что доходы от контрабанды нефти упали. То есть и добывать, и возить нефть, это данные американских спецслужб, стало в разы сложнее. Что характерно, ранее российская Минобороны заявляла, что доходы от нефти у ИГИЛ упали на треть. Значит, теперь и ситуация развивается, и информация у Москвы и Вашингтона совпала. А проблемы эти у ИГИЛ понятно откуда. Российская авиация бомбит нефтепромыслы террористов непрерывно и эффективно. И это борьба со зверем в его логове. Не менее жестко обстоят дела на подступах ближних. Ведь ИГИЛ не может не попытаться нанести ответный удар. Агентов халифата ищут, находят и ловят. Так на неделе стала известна предотвращена подготовка терактов в Москве и Питере. По некоторым данным, на границе с Таджикистаном поймали некоего гражданина Турции. Сапера отправлялся в Екатеринбург делать самодельные бомбы для тех, кто в столицах теракты должен был осуществить. Это то, о чем известно. Мой коллега Александр Евстигнеев собрал по крупицам информацию о том, кто и что делает сейчас в России для победы над ИГИЛ. Ведь, как говорят представители спецслужб, борьба масштабнее. И масштабы эти просто остаются за кадром. И угроза жестче. Но не все можно рассказать. Слишком плотный клубок змей приходится распутывать. Причем и в России, и в СНГ. Сколько я не пытался, своего сына я не смог спасти. О сыне осталась память. Хорошо учился, уважал старших, занимался спортом, борьбой. Вот медали. И вдруг ушел в ИГИЛ. А они ничего не поняли. Мы сами его проводили. Дали ему деньги. Он весь собирался на сборы, на соревнования под Москвой. Его задержали на турецко-сирийской границе. Хан Паша Санбаев собрал деньги, прилетел в Турцию. Но его мальчика ему не отдали. Завтра, завтра ждите. Сын иногда выходил на связь. Все было как-то странно. Нас тут охраняют высшие спецслужбы. Даже, по-моему, за нас ответственен какой-то генерал. Вот такие дела. Короче, чтобы нас здесь отпустили, что-то делают. Мы и сами точно не знаем, в чем дело. Никому не дают знать, что мы здесь вообще есть. А потом звонок уже из Сирии. Отец, я воюю против неверных. Турецкая сторона обменяла его сына и других на своих дипломатов. По сути, их сдали в ИГИЛ с рук на руки. Кто будет беречь каких-то иностранцев? Через месяц сын Хан Паша погиб. В течение трех месяцев я, питаясь иллюзиями, жил там, в Турции. Любым путем пытаюсь его оттуда вытащить. И его вот этих парней, вот с нашего села, которые с ним были. Простых сельских парней террористы вербуют в промышленных масштабах и целях. Им нужны не только новые бойцы, рабочие руки. Качать и перевозить нефть, а еще обслуживать, лечить, учить. ИГИЛ – это искаженное, но почти государство. 8 миллионов человек с повседневными нуждами. Вакансии есть. Он, может быть, никого не убивал. Он, может быть, ничего не делал. Он всего-навсего зарабатывал на территории этого квази-государства. И об этом же он рассказывает своим согражданам. И те сменяют его на этой работе. В ИГИЛ на заработки едут в основном из среднеазиатских республик СНГ. Бегут от бедности. Часто через Россию, от Москвы до окраин. Строитель или дворник. Денег едва хватает на жизнь и чтобы послать домой, в семье. Когда сил нет, а одиночество захлестывает, вдруг возникают друзья. Помогут, отогреют, пообещают рай. Где-то между Сирией, Ираком и Турцией. А удержать некому. Человек чувствует себя ненужным к этому миру. Он даже в своей стране, в своем городе, он не может себя реализовать. И вдруг приходит ему. Мусульманин говорит, салам алейкум, брат, ты мне нужен. Он ему дает деньги, он получает приют. И он говорит, я мусульманин. Почему? Потому что мусульманин, ты мне нужен. Понимаете? Он там находит то, что не находит в Бишкеке, то, что не находит в Москве. Бомба с дистанционным управлением. Завербованным даже не нужно ехать в Сирию или Ирак. Их задача взорваться в России. Екатеринбург. В понедельник здесь завержали семерых террористов. Откройте дверь с паспортами по одному на выход. Граждане России и Киргизии, по разным данным, были сторонниками ИГИЛ, либо фронта Ан-Нусра. Обе организации в России запрещены. Тротил, детонаторы, схемы взрывных устройств. Кстати, на арабском. Они должны были устроить теракт в метро или крупном торговом центре. Но не сумели собрать бомбу. Тогда им на помощь из Турции послали земляка-боевика. Те, кто вербовал через соцсети. Его перехватили на границы Таджикистана и Узбекистана. Сдал всех. Это не первый случай, когда в России нейтрализуют боевиков ИГИЛ. В сентябре 2015-го в аэропорту Домодедово поймали двух исламистов, вернувшихся из Сирии. Планировали теракты. В октябре прошлого года членов ИГИЛ блокировали в квартире прямо в центре Москвы. 11 человек, некоторые со спецподготовкой в тренировочных лагерях так называемого «Исламского государства», тоже готовились взорвать бомбу в метро. 5 килограммов тротила. И вот Екатеринбург. Это примеры борьбы с терроризмом, о которых спецслужбы рассказали, потому что взяли всю ячейку. Когда цепочку причастных продолжают вытягивать, молчат. Упомянутая вскользь важная деталь. Сработали силовики трех стран. Таджикистан, Узбекистан, Россия. Члены антитеррористического центра СНГ. Всего в нем 12 государств. Угроза одна на всех. Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан. Будет воля Аллаха, мы скоро придем в эти страны. Кровь прольется рекой. Мы покараем неверных. Смерть им. Вот документы, найденные сирийскими военными в городе Эль-Хасака, после того, как оттуда выбили ИГИЛ. Список личного состава боевиков. Чечня, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызия. Возможно, кто-то из них уже вернулся домой. И как боевики просачиваются из страны в страну, так и ловят их общими силами. Слежка, разведка и единая база. Побывать в ИГИЛ и не наследить невозможно. Человек в пустоте не существовал, наверное. Выходил на связь с кем-то из родственников. Общался с кем-то из друзей. В вакууме, так сказать, индивид не существует. Это процесс доказывания. Не более того. И он реален? И он вполне реален. Техническими средствами? И техническими средствами, в том числе и с использованием информационной базы, которая есть у нас. Айубхану 20 лет. Он тоже ездил в Сирию вступать в ИГИЛ. Его завербовали через двоюродного брата. Тот уехал первым, а потом звонил, передавал трубку некому проповеднику. Думал, это рай на земле. Про райских гури еще, когда про рай и ада говорят. Вместо ключей от рая автомат в руки. И тогда он понял, воевать и умирать не хочется. Стал увиливать. Посадили в шариатскую тюрьму. Через две недели снова приказ на фронт. И тогда он убежал. Мечтал уже не о гурьях, о том, что докажет. Не стрелял. И суд смягчит наказание. Я остался в власти. Я добровольно приехал в ФСБ. Я позвал себя на стречу. Айубхану выдвинули обвинение. Участие в бандформировании. До 10 лет тюрьмы. Был суд. С учетом того, что на его руках нет крови, 6 лет лишения свободы. Но главное, таким как он, нужна реабилитация. И новое место в мире. Почему мне удалось себя обмануть? Как сказать, не надо. Потому что я бараном был. Александр Истегни, Федор Сухарников, Сергей Чевелло. Воскресное время. Первый канал.